Всем привет, друзья! В этом видео хочу рассказать про то, как имеем мощный автомобильный аккумулятор, а лучше вообще электрический автомобиль, Nissan Leaf, сделать свой дом или квартиру полностью автономным при отключении электроэнергии. Для этого в этом нам поможет инвертор 12 Вольт постоянного тока в 220 Вольт переменного тока. На инвертор RDD Spawn я уже делал подробный отзор, ссылка находится в описании под видео. Если вкратце, то честно выдерживает свои 2 кВт нагрузки и имеет чистую синусоиду, что важно для бытовых потребителей, насосы, котла, холодильники и другая требовательная техника. Давайте залитаем от аккумулятора весь дом. Причем у меня трехфазная проводка, но это тоже не проблема. Начнем с подключения инвертора к аккумулятору. Если у вас не часто отключают электроэнергию, то можно без проблем использовать так называемые крокодилы, которые идут в комплекте. Надо, подключили, не надо, отключили. Но если нагрузка предполагается более 1 кВт с аккумулятора, я бы рекомендовал делать это через вот такие автомобильные клеммы. Но я планирую сделать быстросъемное подключение и не буду подключать мощность более 600 Вт постоянного. Для этого я буду использовать коннектор-соединительный разъем RBC7 АМП Туко для UPS. 50 Ампер 600 Вольт. В разъеме достаточно большое пятно контакта, да и сами контакты подпружинены. Одну часть я закреплю на аккумуляторе автомобиля, вторую часть припаяю к проводу инвертора. Я буду использовать один провод из комплекта, так как не планирую довговоренной нагрузки. Также вместо этого можно использовать силовую розетку «Мама-папа», которую вы легко найдете в строительном магазине. У меня получилось вот такое вот соединение, подключение инвертора RDD с ПСОН к аккумулятору автомобиля, а барашки, соответственно, я заменил на гайки. В автомобиле ответная часть выглядит вот так. Разъем отлично помещается над аккумулятором, а провода надежно прикручены к клеммам. Приехал домой, подключил инвертор и запитал весь дом. Я уже все смортировал предварительно, поэтому, извините, уже буду показывать на готовом примере. Если у вас в квартиру заходит одна фаза в дом, по сути это два провода, фаза и ноль, то ничего выдумывать не надо. Покупаем вот такой вот переключатель, ссылка в описании под видео, и останавливаем сразу после основного автомата ввода. В верхнюю часть, контакт 1, фаза, контакт 5, ноль, который мы отключим от основного автомата. Дальше, в контакт 2, подключаем провода от основного автомата ввода, а контакт 5, ноль нашей городской сети. Контакту 4, фазу от провода, который мы подключим к инвертору, а контакту 8, ноль от него же. То есть пропало освещение в городской сети, мы переключаем переключатель с позиции 1 на позицию 2 и подключаем наш инвертор. Но что делать, если у вас трехфазное подключение дома? Можно, конечно, разнести потребителей, которые вы будете включать, на одну фазу, но это лишняя работа. Нам понадобится такой же переключатель, но уже на три фазы и ноль. В контакт 2 подключаем ноль городской электросети и берем после вводного автомата. А контакт 6, 10, 14, три фазы от того же автомата. А теперь нам надо понять, где в инверторе выходит фаза, а где ноль. Для этого нам понадобится простая индикаторная отвертка. Проверим. Вот загорелся у нас огонек ярко. Здесь у нас ничего не горит. Давайте выключим ключ и проверим еще раз. Я выключаю, включаю инвертор. Проверим еще раз, не сбивается ли у нас фаза. Слева. Тут ничего нет. Как видим, фаза всегда находится на левом контакте. Я отмечу это черточкой. Ну, теперь вернемся к переключателю. В нижнюю часть переключателя подключаем три фазы и ноль, которые заходят в дом. В контакт 4 подключим ноль к кабелям, который будет подключаться к инвертору. В контакт 8 к фазу от этого кабеля. А дальше соединяем перемычкой контакты 8 и 12, а потом перемычкой с 12 на 16 контакт. Так у нас получится образно говоря три фазы. Понятное дело, что трехфазное оборудование типа насоса или мотора работать так не будет, но я включать их и не намерен. С другой стороны кабеля монтируем простую вилку на 16 ампер, в которую мы будем подключать в инвертор. Фазовый провод я отметил полоской. Но я хочу сделать подключение съемным, чтобы у меня не валялся кабель во дворе. Для этого на боку шкафу я смонтируем вот такую вот розетку. Да, она очень нестандартная и применяется для подключения некоторых электроплит. Но я сделал это осознанно, чтобы ничего не перепутать или случайно не включить. Тут только входящее подключение инвертора. С одной стороны кабеля монтирую стандартную вилку, а вот другую, с другой вот такую вот кривую вилку. Но по-хорошему на выходе кабеля надо было смонтировать именно розетку, а вилку в щитке. Но я вначале буду подключать кабель к щитку, а потом в инвертор и уже потом включать сам инвертор. Но перед включением инвертора надо проделать небольшую работу, а именно отключить автомат или банально вытащить из розетки мощных потребителей. У меня такие потребители в основном находятся в щитке на своих автоматах. Но в квартире этого может и не быть, поэтому выключаем из розетки. Если есть бойлер, нагрева воды, отключаем. Теплый пол и прочие нагревательные панели тоже отключаем. Даже принтер я рекомендую отключить, так как момент запуска он включается, нагревает свой барабан на максимальной мощности. Если есть кофеварка с автозапуском, ее тоже. Я отметил точкой автоматы, которую необходимо отключать перед тем, как подключить инвертор. В идеале вообще оставить интернет, холодильник, если у вас инвертор, розетки с ТВ и ПК, ну и соответственно освещение. Если питание для инвертора вы будете брать с автомобиля Nissan Leaf, то кратковременно я с него снимал до 2 кВт мощности. В тесте инвертора я подогревал воду в электрочайнике. Но таковая продолжительность очень рекомендуется. В идеале это в районе 600-500 Вт. Смысл заключается в том, что после того, как вы включите автомобиль, на 12-ти вольтовый аккумулятор автомобиля подается напряжение от основной батареи автомобиля. Поэтому последовательность действий при подключении инвертора к автомобилю вот такая. Заводим автомобиль, убеждаемся, что горит у нас зелененькая лампочка автомобиля и он готов к поездке. Выключаем все. Лишнее печку, подогрев сидений, магнитолу. Далее подключаем инвертор к клеммам 12-ти вольтового аккумулятора и включаем инвертор с нашими потребителями электроэнергии. Отключение происходит в обратном порядке. Выключили инвертор, сняли клеммы с аккумулятора и выключили автомобиль. Как показала практика, среднее потребление где-то в районе 2,5-3% основной батареи за 1 час работы. Я установлю умную розетку. Я вообще решил вырубить все автоматы. Буду включать их по необходимости, потому что, чтобы ничего не сгорело. Включаю нашу умную розетку. Пошла у нас 30 секунд на реле. Так, ну что, пока у нас идет мощности нету. 13, 14, 15, это освещение. Включу свет. Видите, все загорелось. Попробую включить интернет. Сейчас мощность лампы 36 Вт. Так, вот включился у меня интернет. УПС заработал. Так, включаю холодильник. И иду смотреть. 144 было Вт. Включаю свет на кухне. Большой не буду. 220. Холодильник я замерял. У меня жрет в районе 40 Вт. Видите, он работает. Сейчас нагрузка у меня 300 Вт. То есть, вот еще можно телевизор, компьютер и хватит. Ну, выберите, какой вам лампы надо включать, какие не надо. Вот я освещением сейчас сбросил до 176. То есть, по сути, дом у меня запитан. Можно включить еще пару розеток, но не переборщите. Включайте, если что, постепенно, чтобы ваш инвертор не сдал белый дым. Так что, ребят, в принципе, я думаю, инструкция была для вас полезная. Все просто. Главное, подходить к этому с умом и сто раз перепроверять. Ну и желаю вам, чтобы свет в вашем доме был всегда и никогда не пропадал. Если видео вам было полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал. Также не забывайте поставить лайк этому видео. И внизу под видео вы найдете телеграм-канал, где вы найдете общение. Также купоны, скидки, интересные товары умного и не очень дома. Всем всего хорошего. Пока-пока.